Центр по борьбе с сектами открылся в Новокузнецке. Репортаж об этом подготовили корреспонденты Александр Гуров, Илья Дельниченко и Ирина Ярощук. В Новокузнецке состоялось открытие информационно-консультативного центра по вопросам сектанства. Кемеровская епархия и, как ни странно, в саморегулируемой организации, которая имеет отношение не к православию, а к жилищно-коммунальной сфере, считает, что Новокузнецк лидирует в Кузбассе по числу и активности тоталитарных сект. В городе ситуация очень ужасная. Буквально все центральные улицы города завешаны афишами, объявлениями революционных центров, харизматов. И помимо этого мне еще удалось встретиться с представителями секта американского происхождения. Безусловно, с деструктивными и экстремистски настроенными религиозными организациями нужно бороться. Но знающие люди говорят, что это коснется всех неправославных объединений. В сюжетах городских телеканалов к деструктивным причисляются и зарегистрированные евангельские церкви города. Этот кинотеатр, который когда-то был гордостью Новокузнецка, теперь является местом сбора евангелистов. По словам представителя сферы ЖКХ, в которой, видимо, уже решены все проблемы, секты и репцентры крайне опасны как для Новокузнецка, так и для всей страны. В контексте пресс-конференции вновь вспомнили реабилитационный центр «Источник жизни». Эта организация наносит вред, в том числе, своей псевдоидеологии, всем государственным устрою. Беспокоясь о психическом состоянии наших граждан, избравших нетрадиционные конфессии, раскол в своих рядах и возникновение православных сект оправдывается цитатами из Библии и человеческим фактором. Тогда происходит раскол, разъединение внутри себя, поскольку это самое страшное. Но есть такая поговорка, которая в церкви присутствует, что число предателей, оно священное, каждый двенадцатый предает, подобно Иуде. То есть этого факта мы не можем избежать, поскольку человеческий фактор всегда присутствует у нас. Предотвращать подобные факты намерены с помощью рекомендаций правильной церкви и правильной литературы. У нас помимо Минюста есть список запрещенных публикаций, есть еще и при Русской православной церкви тоже орган. На сайте размещаются публикации, запрещенные для чтения, вообще распространения этих книг. Не запрещенные, не рекомендуемые. Да, не рекомендуемые, так можно сказать. На первый взгляд цели у новой организации благие, но методы, которые используются, чаще приводят к обострению отношений. В свете нового федерального закона о защите чувств верующих, можно ли обвинять кого-то в экстремизме и антинародности без разбора и достаточных на то оснований? Как определить, где находится граница между простым суждением и оскорблением? Если вы скажете, что я хожу в черном, я с вами полностью соглашусь. Если вы скажете мне, что я хожу в красном, то мне придется с вами поспорить. Вот и где эта граница? Вот так просто и предельно ясно будут звучать ответы и на другие вопросы. В первый день работы нового центра, желающих узнать о тоталитарных сектах, было не так много. К сотрудникам, имеющим богословское образование, пришел лишь один человек, и тот оказался членом протестантской церкви. Я думаю, что это может быть хорошим таким начинанием, если они подойдут к этому вопросу серьезно. В вопросах истории, в вопросах серьезно подойдут, в вопросах религиозных объединений, в вопросах психологии, богословия. Тогда я думаю, что этот центр может развиться и помогать людям, действительно попавшим в беду. Но сейчас очень низкий уровень. Тем не менее, организаторы надеются на успех своего дела. Во благо такого начинания даже провели специальный молебен.